Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. С вами Айка Эмили. И сегодня мы с вами направимся в магазин, где фиксированная стоимость абсолютно на все. Все, что вы увидите в этом ролике, будет стоить всего один монат. Я вам про это уже рассказывала в Мукбанке, и многих заинтересовалось, что же интересного можно купить в магазине, где такая настолько заниженная фиксированная стоимость. На самом деле, выбор там достаточно большой, и многие позиции в других магазинах стоят значительно дороже. То есть, закупаться в подобных магазинах очень даже выгодно. И частенько я сама тоже это делаю. Обязательно в конце видео вам покажу, что же я приобрела в этом прекрасном магазине. У нас в городе подобных магазинов достаточно много, но это не сеть. То есть, каждый магазин принадлежит отдельному какому-то человеку, и они существуют достаточно давно. Я помню, когда я только начала снимать для вас контент лет 5 назад, мои первые видео как раз-таки заключались в походы в подобные магазины. И вот по сей день прошло очень много времени. Я до сих пор хожу в эти магазины, и всегда там есть люди. Я сегодня как раз-таки поеду пораньше, чтобы нормально вам заснять, все показать. А так, если ты, например, в 6-7 соберешься в этот магазин, туда прям зайти невозможно. Настолько много людей. Даже если люди ничего не покупают, они просто заходят посмотреть, что же там появилось новенького. Давайте не будем терять ни минуты, и направимся туда. Итак, давайте рассматривать, что же интересного здесь есть. Вот такой вот интересный бокал стоит всего 1 монат. Вообще, подобной посуды здесь много. Можно взять, смотрится очень эстетично и красиво. Самые обычные губки для мытья посуды здесь в наборе 10 штук, и стоит также 1 монат. Выбор посуды время от времени меняется, поэтому люди стараются на постоянной основе заходить в этот магазин, и смотреть, какие же новинки тут есть. Небольшие тарелочки разных фасончиков, разных цветов можно взять, например, для котика или для своей маленькой собачки. Огромный набор свечек, где 32 штуки. Консультант сказал, что именно столько там я пересчитывать не стала. Идеально подойдут для классного романтика. Почему бы не? А цену на эту прелесть я даже переспросила. Кстати, люди очень часто переспрашивают цены, хотя фиксированная стоимость абсолютно на все. И консультанты очень вежливо всем отвечают, несмотря на такой огромный поток клиентов. Набор бутылечков для ваших ароматов, которые вы можете взять с собой как тревел-вариант. Мне кажется, года 3 назад были очень популярны подобные заколки. Их кололи абсолютно все. Были они в черной расцветке и в белой. Если вы подумаете, что одна штука стоит монат, нет. Все вместе стоит один монат. Когда заходишь в магазин, прям глаза разбегаются, и не знаешь, что именно снимать, что именно будет интересно, а что нет. Много интересных вещей для декора, организации мероприятий. Например, это, я так понимаю, для гендер-пати. Я помню, что-то наподобие я покупала, когда был гендер-пати для Эмильчика. А вот это я совсем не поняла, что это. Вроде, как я понимаю, это закладка для книжки разных фасончиков. И 6 штук стоят всего монат. Дизайны были разные. Я вам сняла вот такой вот девчачий. Но также был с машинками. Кто знает, что это, пишите в комментариях. Бусинки разных диаметров, разных цветов и фасончиков. Вот я сейчас смотрю на видео, они кажутся совсем мелкими, но на самом деле нет. Это очень даже крупные бусинки. Девочки, которые плетут сумочки на продажу, возьмите себе на заметку. Тут большой выбор и стоят копейки. Хотя, наверное, подобные вещи в Содоряке будут еще дешевле. Содоряк это такой большой оптовый рынок. Свечки для гендер-пати. Я немножко не поняла, почему три ножки розовые и две голубые. К чему это вообще? А это прищепки, которые я видела, кстати, на Пинтерест. У нас в городе нигде их не замечала. Такой огромный набор с этими прищепками. Стоят всего монат. И они есть очень разных расцветок, фором. Обычно при помощи веревки и вот этих вот прищепок прикрепляют фотографии из Инстакса. И на стене это смотрится очень эстетично, красиво и достаточно так необычненько. Но их здесь в магазине было настолько много, поэтому у меня в голове крутится мысль. Наверное, их применяют не только так, а еще есть какие-то интересные применения. Прищепок, если ты знаешь, обязательно пиши в комментариях. Будет очень интересно почитать. А если ты, как и я, не умеешь рисовать классные стрелки, можно просто эти стрелки купить и приклеить. Не знаю, насколько это лайфхак рабочий и действительно ли получаются классные стрелки, но такая вещица все-таки продается. Большой выбор детских салфеток с разными мультяшками, как для девочек, так и для мальчиков. Такой наборчик стоит монат. Я повторяю это по сто раз, чтобы вы не забывали, сколько это все дело стоит. В любом случае, если даже вы найдете подобные вещи в супермаркете, это все будет стоить дороже. Единственная вещь, которая стоила не монат, а даже меньше, полмоната, это вот такая вот открыточка или валентинка, как правильно назвать, даже не знаю. Вот такой вот выбор был. Берете две штуки и платите монат. Подобные вещи были очень популярны, когда я была подростком. Также в тот период был очень популярен этот атрибут, называется прыгалка. Мне кажется, нынешние дети даже не знают, что это такое. Сказать, что я все детство прыгала на прыгалке, это будет вранье, но я просто знала, что это. Увидела пучок у зялика и сразу вспомнила бабушку. Это такая трава, которую поджигают, чтобы типа не сглазили, на удачу и все дела. Очень классно пахнет эта травка, я ее обожаю. Я, конечно, не верю в такие вещи, но как только увидела ее, сразу вспомнила бабушку и думаю, блин, надо было взять. Вот сейчас монтирую и думаю, зря не взяла. Здесь также были слаймы для детей. В обычных супермаркетах они тоже стоят немножко дороже, но и там качество получше, и эти совсем простенькие. Вообще, когда я захожу в детские магазины, немножко на меня нахлынувает грусть. Я думаю, блин, сколько интересных развлечений у нынешних детей, не то что у нас. Печалька, но деваться некуда, поэтому смотрим, что здесь есть интересного дальше. Вот такой наборчик трубочек для питья напитков. Кстати, я заметила, что во многих заведениях, таких как Макдональдс, уже не дают такие трубочки, а дают трубочки из бумаги. И это жутко неудобно. Напиток нужно пить со скоростью света, чтобы трубочка не растворилась в воде. В подарочных магазинах эти буквы стоят значительно дороже, также в цветочных тоже они стоят дороже, а здесь любая из них стоит один монат. Когда не захожу, именно около этого стенда бывает очень много людей. Вам прошепки не нужны. Посмотрите, какие они яркие, красочные, кому надо, недорого. Нам, кстати, для деревни надо, они у нас вечно ломаются, портятся и просто исчезают. Наборчик, состоящий из вилки и ложки. Классно, да? Я сначала подумала, что это для детей, а потом поняла, что нет, все-таки для взрослых, для такого ребеночка, как я. Вообще, для человека, который хочет купить что-то очень бюджетное, здесь очень много вариантов. Например, зубные щетки. Наборчик из пяти штук стоит всего один монат. Понятное дело, что качество этих щеток будет, естественно, не вау. Я уже представляю себе, какое они качество. Но если срочно нужно, денег нету, взял, купил и все. Также были вот такие интересные наборы. Здесь вот с куколкой. Мне кажется, безумно мило. За один монат вы покупаете полезную вещицу для ребенка, зубную щетку. И также в подарок игрушку. Здесь я, кстати, думала, что этот скейт, это тоже игрушка. Но, как оказалось, нет. Оказывается, это точилка. А третий вариант, вот этот вот. Мне понравился больше, чем все остальные. Цена одна и та же. Посмотрите на эту классную точилку в виде будильника. Полезно, удобно, красиво. Еще плюс рядом зубная щетка. На мой взгляд, как подарок, просто идеальный вариант. Мне очень нравится. Я бы лично была бы рада, если бы мне кто-то подарил такую точилку и такую зубную щетку. А если бы кто-то подарил мне эти тюльпаны, я бы вычеркнула этого человека из своей жизни. Начнем с того момента, что их всего 4 штуки. А закончим тем, что они искусственные и как-то смотрятся очень неопрятно. А около этой картонки я проходила несколько раз и так и не поняла, что это. Потом прочитала надпись. Mirror, оказывается, это зеркало. Просто здесь имеется защитная пленка, которую нужно обязательно снимать. И вот вам, пожалуйста, зеркало, которое вы можете приклеить на любую стену. Правда, как потом отодрать эту хрень от ваших обоев, история умалчивает. Теточка для раковины. У нас ее никогда не было. Я даже, честно, не особо понимаю, зачем это нужно. Наверное, надо купить, попробовать, посмотреть. Потом уже делать вывод, стоящая вещь или нет. Но цена хорошая. Один монат есть разных цветов абсолютно. Но я бы, пожалуй, наверное, взяла бы синюю. Также, кстати, в этом магазине была косметика за один монат. Это были и хайлайтеры, и тени, и тональные лаки, и все, что угодно. Я снимать это все не стала, потому что думаю, что это не особо интересно. Набор полотенец, чтобы вытирать пыль с поверхности, тоже всего за один монат. Качество не вау, но неплохо. Если вы собираете подарочные боксы, я думаю, что это просто находка. Это такая штука, которую заполняют обычно эти боксы, а потом уже сверху ставят косметику или всякие вкусняшки. Ну, в общем, здесь есть разных цветов. Также есть подобного материала, тоже за один монат. Я, правда, не успела вам снять, наподобие лепестков роз. Один вот такой пакетик стоит один монат. Ну, кстати, в этом пакетике не так много, как вам может показаться. Если человек занимается крупно этим, вот этими боксами, я думаю, все-таки надо ехать в Содораке и покупать это все дело оптом. Ну, и уже когда я выходила из магазина, я увидела вот эту стрелу со стрелами. Честно, я не сторонник покупать слишком много игрушек для детей. Лучше купить пару качественных и достаточно. Не понимаю людей, у которых весь дом в игрушках. Это, конечно, ваше личное дело, но немного не мое. И, естественно, оттуда без покупок я никогда не возвращаюсь. Давайте рассматривать, что же я купила. Во-первых, я купила вот такой красивый пакетик. Здесь очень классно переливаются блестки. Такой достаточно нежненький. Мне он понравился. Я его купила с мыслью. Я кое-кому буду кое-что дарить. И вот как раз буду дарить вот в этом прекрасном пакетике. Хотела, кстати, в коробке дарить. Но так получилось, что нужного у меня размера коробки там не было. И вообще искать не стала, поэтому взяла такой пакетик. Двигаемся дальше. Естественно, я взяла себе вот такой бокал. Не знаю, мне он нравится. Как-то эстетично, красиво. Такой один у нас есть. Пусть будет еще один. Буду на мукбанках кофе пить в нем. Дальше. Первый бокальчик, который я вам показывала, его тоже решила взять. Понятное дело, качество не вау, но без лишних всяких рисунков, узоров. Не знаю, мне нравится. Пусть будет. Значит, у меня теперь два вот таких новых стаканчика. Надо помыть и на кухню. И последнее, что я купила. Рискнула, сразу взяла два. Рискнула, ведь потратила так много денег. В общем, я взяла два вот таких органайзера. Хочу их использовать под помады. Я думала, они бумажные, а оказывается нет. Это пластмасса. Готово. Здесь, значит, у нас четыре вот такие вот вставочки. Можно как угодно собирать. То есть, если вы хотите, например, пудры отдельно хранить, помады, и вам нужны определенного размера, например, отделения, вы можете сами это все сделать. Я сейчас попробую собрать так, как нужно мне, и вернусь обратно к вам. Вы знаете, что я поняла? Я все-таки взяла маловато. Надо было взять четыре вот такие штуки. И здесь у меня были бы такие отделения. Ну, сейчас посмотрим, что у меня получится. Просто класс. Собирается очень легко. Можно регулировать отсеки. Насколько большие вы хотите или мелкие. Вообще, если было бы побольше этих, можно было сделать такой большой органайзер под помады. И вот такие вот у меня бы отсеки были небольшого размера, прям под помадой. Каждая помада была бы в своем отсеке. Мне кажется, было бы безумно круто. Я считаю, что надо еще докупить пару штук. Всего они стоят по монату. И сделать уже себе нормальный органайзер. И заполнить косметикой. Ну, в принципе, и сейчас можно заполнить. Давайте заполним и посмотрим, как у нас получится. Хотя у меня здесь уже имеются определенные органайзеры. Но они стандартных размеров, которые вы не можете регулировать. Их тоже я покупала в этом же магазине, по-моему. По одному монату каждый. И служили они мне где-то лет пять. Но сейчас мы попробуем с этим органайзером. Посмотрим, как будет смотреться круче. Тут у нас ЧП. Мой органайзер не помещается сюда. Вот совсем чуть-чуть места не хватает. Что делать? Можно, конечно, его немножко отрезать. Но не знаю. Да, я сейчас, пожалуй, его немножко отрежу. Несмотря на то, что это не бумага, а пластмасса. И достаточно плотная, без особых проблем. Я вот здесь разрезала, даже незаметно. И теперь мой органайзер идеально вошел в этот ящик. И вы тоже можете регулировать на свое усмотрение. Осталось его хорошенько заполнить. Сюда прям идеально поместились мои помады, которые в стике. А сюда я поместила свои тональные. Вообще, можно так организовать, что даже под чехлы будет отдельный органайзер. Посмотрите, сколько места у меня осталось свободным. Но, в принципе, эти органайзеры можно переорганизовать немножко по-другому. Исключить эти вообще отсюда. Или докупить еще косметику сюда. В общем, очень удобная штука. Обязательно куплю еще. А вам огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам оно понравилось, то не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Всех люблю. Целую. С вами была Айка. Пока.